Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком», том 4, вопрос 1400. Разбор ответов Архимандрита Амвросия Юрасова. Вопрос 46, книга 2 его. Русь сейчас переживает нелегкие времена. Думается, что народ нашей многострадальной России должен покаяться. Хорошо было бы всем вместе встать на колени и просить Бога о милости. Отвечает Архимандрит Амвросий Юрасов. Для этого надо, чтобы иерархи смогли обратиться к народу по телевидению или по радио, чтобы в определенное время все преклонили колено и покаялись. Но есть одна сложность. Огромная масса людей не знает, в чем каяться. Это самое страшное. Комментирует ответом Архимандрита Амвросия Юрасова Игнатий Тихонович Лапкин. Сегодня говорят очень много о всеобщем покаянии и за цареубийство, и за революцию, и за все происшедшее после. И вот как это им видится, чтобы только было правительство на их стороне и дало бы возможность поставить людей на колени, ничему не научив. Покаяние же начинается с сердца, с осознания себя погибшим грешником в очах Божьих, чтобы человек начал мыслить так, как повелевает Священное Писание. А сегодня священники говорят только об одном, чтобы люди сознались в грехах и пришли на литургию. И какой бы ни был грех, какой бы заковыристый ни поставили вопрос, от отварей на дороге до геморроя, от Чернобыля до побега ребенка из дома, у них на все один ответ. Приходи в храм, здесь кусочек неба на земле, исповедуйся и причастись. В чистом виде рассуждения какого-то дикого тунгусского шаманьего племени, какие-то заклинательные молитвы, мироточивые иконы, обереги, умилостивление божества, угождение к какому-нибудь святому. Жертва Христа оказалась совершенно напрасной. О ней толкуют только в том смысле, когда преподают в причастии, когда говорят о причастии, говорят о крови Христовой, но совсем не в том смысле, как открыл Дух Божий. Из этого состояния, по всей вероятности, советская патриархия никогда уже не выйдет. Пока не будет упор сделан на благодать призывающую и благодать обращающую, освящающая благодать будет только к осуждению. И к этому осуждению священники гонят всю Россию, как будто под какими-то чарами заколдованные. И сколько им ни говори об этом, ни одно слово до них не доходит. Сегодня надо молиться в первую очередь о том, чтобы священники родились свыше, чтобы Бог послал в стране русских священников, которые подвязались бы все единодушно за евангельскую веру, а не за то обряда верия, во что превратилась православная церковь. Раньше жертвенники Ваалу люди строили из камней, но обычаи мало-помалу изменились с течением дней, стали жертвенники не в моде. Но не споря с людьми Ваал, популярный, как прежде в народе, плоть под жертвенники арендовал. И на троне души усевшись, наблюдает с довольством немым, как огонь разгорается в сердце, а из уст вырывается дым. Изменился характер служения, но название, как встарь, куренье. Пшеницей собственной души, а коль не так, иную долю самонадеянно пожнешь, загубишь сорняками поля, да и себя едва ль спасешь. И романах Роман, 1998 год.